Утро от первого, мы на месте. Ты на нас заработал, включи в эту сколу поезды. Из-за принят, уезжаем. Назад в тюрьму дороги нет. Под таким девизом сотрудники нового подразделения МВД местной полиции вышли в рейд, в ходе которого проверили законопослушность ранее осужденных южноказахстанцев. В профилактическом мероприятии приняли участие свыше тысячи полицейских. В ходе мероприятия сотрудники полиции посетили дома 8045 ранее осужденных лиц. Проверили условия, в которых они проживают и какой ведут образ жизни. Провели с ними профилактические беседы. Помимо этого, в ходе проверки 788 человек, склонных к правонарушениям, были поставлены на учет. Часть ранее осужденных сотрудники местной полиции пригласили в полицейские участки, где провели более обстоятельные беседы. Собрание провели совместно с родственниками и представителями общественности. В этом профилактическом мероприятии приняли участие 1085 сотрудников полиции. Помимо этого, привлечены и представители домовых и уличных комитетов. Также в ходе рейдов полицейские сняли отпечатки у более тысячи человек. Все они поставлены на спецучет в базу данных. Такие мероприятия полицейские планируют проводить регулярно. В полночь крупное ДТП было зарегистрировано на Тамерлановском шоссе недалеко от остановки Ян-де-Шахар. Здесь столкнулись автомашины ВАЗ, Тойота и Фольксваген. Все автомобили двигались в одном направлении от улицы Мангельдина в сторону проспекта Республики. По словам очевидцев, ВАЗ ехал впереди по второй полосе движения, когда перед ним со второстепенной дороги на трассу выехал неизвестный автомобиль. Чтобы избежать столкновений, водитель ВАЗа вывернул руль и врезался в бордюр, а далее в мимо проезжающий Фольксваген. А тот, в свою очередь, протаранил впереди идущую Тойоту. В результате аварии серьезные травмы получили водители-пассажир ВАЗа, а также водитель Фольксвагена, которых врачи доставили в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас все подробности происшествия выясняют инспекторы дорожно-патрульной полиции. Еще одно ДТП произошло на пересечении улиц Шамши Халдаякова и проспекта Республики в полночь. Здесь столкнулись автомашины, Opel Vectra и Toyota. По словам водителя джипа, он ехал по проспекту Республики и собирался сворачивать на улицу Халдаякова, когда в него сзади врезался Opel. Я вон отсюда свернул на эту дорогу, а в это время оттуда на красный сигнал светофора выехал Opel и на скорости врезался в меня. Он ехал на очень большой скорости. В результате ДТП никто из людей не пострадал. Автомашины получили серьезный материальный ущерб. Сейчас полицейские выясняют степень вины каждого из водителей. ДТП